Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! На канале 1 плюс 1 шоу Вечерний Киев! Добро пожаловать! Да! Вы знаете, нас часто спрашивают, а сложно ли придумать шутки, идеи, номеров и так далее. Ну вообще, как это происходит в жизни нашей? Вы знаете, я сегодня решил приоткрыть эту тайну. Итак, начнем с того, что в нашем коллективе работает 50 авторов. Да. А вы спросите, зачем так много, я вам отвечу. Кто-то хорошо пишет шутки, кто-то о песне, а остальные 48 человек тоже чем-то, видимо, занимаются. Кстати, среди наших авторов есть люди разных профессий. Это правда. Врачи, учителя, инженеры. Даже двое бывших пожарных есть, которые постоянно опаздывают. Ну, видимо, поэтому они и бывшие. Да. А вы знаете, я только сейчас понял, что у нас нет ни одного профессионального сценариста. А ведь в нашей сфере профессиональные сценаристы — это просто необходимость. Это я вам как юрист говорю. Да. Но самое главное, что все мы в нашей команде, все мы большие друзья. И поэтому даже рабочие совещания у нас проходят в непринужденной дружеской обстановке. Всем привет! Здравствуйте, Владимир! Ребят, ну хорош прикалываться. Мы же все-таки друзья. Давайте нормально, как я люблю. И... Здравствуйте, Владимир Александрович Зеленский! Вот это другое дело. Кто-то разрешил садиться? Извините. Да я пошутил! Садитесь! Ёлы-палы! Что с вами сегодня? Я же сказал! Я по-шу-тил! А-а-а! Очень смешно, Владимир Александрович! Ну, конечно же, конечно же, то, что вы сейчас увидели, это неправда. Это юмор. На самом деле, я очень уважаю и ценю наших ребят. И несмотря на то, что коллектив у нас большой, я всех знаю по имени. Правда. Тимофей. Максим. Саша. Э-э-э-э... Черники. Есть, да. Четыре белоруса. Эй, ты! Царь. Ну, в смысле, эй, ты второй. Э-э-э... Ну, и Серёга. Серёгу, да, я уверен. Я точно уверен. Ведь наверняка в каждом коллективе, особенно в коллективе, где есть 50 человек, ну, хоть один Серёга-то найдётся. Вот. В общем, я знаю абсолютно всех наших ребят. И все они каждый день приносят мне свои шутки, идеи, номера, что-то талантливое. И я, как художественный руководитель нашего коллектива, обязан выслушать каждого. Да. Ну, это сами понимаете, бывает просто физически невозможно. Ребят, молодцы, всё смешно. Только декоммунизация, это уже не актуально. Смотрите. Саакашвили ушёл, Деканаидзе ушла. Пишите лучше про дегрузинизацию. Ну, большой привет. До свидания. До свидания. Слушай, Вовн. Ребят, да, ребят, ребят, секундочку. Дайте полчасика отдохнуть, потом всех дослушаю. Окей? Песня про Кличко. Ну, мой рот скажет всё наоборот. Ты что тут делаешь? Ну, я песню на концерт придумал. В душе? Ну, да, я люблю петь в душе. Пойдём. Пойдём, пойдём. Да, давай, да. Пошёл вон. И вы тоже. Все пошли вон. А, извини, мне просто в сейфе не слышно было. Слушай, Вов, ну, раз ты уже сидишь, может, почитаешь монолог на концерт? Естественно, устаю не только я. Устают и наши авторы. Потому что смешить людей ежедневно — это нелегко, поверьте. Конечно, наши политики со мной не согласятся. Да, но им попроще. У них как-то всё само собой получается. Да, вот и в этот раз, когда я попросил авторов придумать интересное начало для нашей сегодняшней передачи, усталость дала о себе знать. Есть идея, Вова. Значит так, выходит хор цыган, а дирижёр у них медведь. Что за бред, Тима? Возьми отпуск на неделю. Да ты недослушал, подожди. Фишка в том, главное, что хор не поёт, а танцует. Брейк. Цыгане, брейк. Ну, круто ж, ну. Недели мало. Возьми отпуск на месяц. У меня суперидея. На сцену выезжает Яценюк с суперэконом-классом. На самокате. Вов, а давай ты крикнешь «Добро пожаловать в вечерний Киев» и после этого девчонки из Freedom Jazz разденутся. Это твоя идея? Нет, это моя просьба. Просьба. Пошёл вон. Пошёл вон. А в конце ты становишься на стул. И что, вешаюсь? Нет, нет. Ты стреляешь конфетти из хлопушки. Нет, ребят. Я лучше повешусь. Чем весь этот бред показывать. Пацаны, вы что, издеваетесь надо мной весь день? Вов, я насчёт Freedom Jazz. А давай они снимут хотя бы вверх. Вон пошёл. В общем, потрепали они мне вчера нервы немножко. И мне пришлось брать всё в свои руки. Забыть весь тот идиотизм, который они мне предлагали. И придумать своё начало. Итак, дамы и господа, мы начинаем. Поехали! Добро пожаловать в вечерний Киев! Freedom Jazz! Freedom Jazz! Ну что ж, девочки, надо ходить на репетиции. Раз девочки нам ничего не покажут, к сожалению, тогда посмотрим что-нибудь другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова